Форма легендарных полководцев размещена в небольшом музейном зале. Сияние маршальских звезд и орденов поначалу сбивают с толку, ведь принадлежат они людям, которые привели страну к Великой Победе. Экспозиция представляет собой частную коллекцию председателя Комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова Алексея Павликова. Приходилось поднимать старые лекала, в которых шили именно мудиры Парада Победы. Приходилось перелопадить огромное количество фотографий, где наши военачальники запечатлены с наградами в той или иной обстановке. Вот форма образца 1954 года. Сделана она из драб Кастора. Ее шили специально для комсостава участников Парада Победы. Стандартный темно-зеленый цвет мундира был и у обладателей генеральских чинов. Данный образец принадлежал маршалу Жукову. А вот форма, которая выглядит более чем скромно. Мундир генералиссимуса Иосифа Сталина. Так все вместе 15 мундиров высших военачальников Красной Советской Армии выставляются впервые. 70-летие Победы послужило достойным поводом. ВДВ – это передовой ротвойск. И, конечно, очень важно, чтобы курсанты воздушно-десантного училища Рязанского владели не только боевыми дисциплинами, военными специальностями, но они были глубоко исторически образованными. И, в общем-то, отчетливо, и где-то, может быть, даже очень глубоко понимали, что им есть, чем гордиться и на кого равняться. Открывать выставку приехал сам командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. Он много сделал для того, чтобы рязанцы в родном городе смогли увидеть эти уникальные экспонаты из частных коллекций. Я сам лично впервые увидел Орден Победы. Раньше я видел только на картинке. Сейчас я увидел. Да, это муляж, но это Орден Победы. Дальше. Ведь что такое мундир? И его внешний вид. Он показывает, каким человек в жизни. Насколько бережно он относился. Есть такое выражение. Выглядит как военный. То есть, это ведет о том, что человек, в идеале, военный, всегда представляется таким. В дальнейшем на базе Рязанского музея ВДВ планируется расширить проведение выставок. Причем, по словам Шаманова, они станут более масштабными. Причем, здесь есть как бы реконструкция, а есть подлинные просто вещи, которые, это вообще, да еще так, в таком, ну просто весь генералитет тот, потрясающий, конечно. Это, конечно, надо показывать, это надо рассказывать. И надо, чтобы, ну, я думаю, что они сделают толковых экскурсоводов, потому что детям, особенно молодежи, они же толком и не знают, кто это такие. И должны знать. В музее истории ВДВ эти уникальные вещи пробудут до 21 марта. Затем выставка переедет обратно в Кремль.